Всем привет, снова здравствуйте и давайте теперь посмотрим как сделать щит викингов. Приступаем. Так, можно делать все это опять же с цилиндра, можно делать с куба. Давайте попробуем с цилиндра это все дело сделать. Вытягиваем, нажимаем Edit, Make Polymesh. Опять же смотрим сетку и сделаем давайте Dynamesh. Зайдем в Geometry и Dynamesh. Так, вот такая заготовочка у нас и теперь как обычно заходим в Geometry, Size. И делаем ее плоской. Вот это уже будет у нас щит. Все готово. Так, ну щит у них деревянный был. Значит нам нужно здесь доски. Нужно найти текстуру досок. Сейчас я все это дело закину и пойдем дальше. Вот такая текстура есть в интернете. Давайте мы ее теперь уменьшим. Вот так вот. Сделаем прозрачной. Вот до таких пор. И еще немножко уменьшим вот именно по кругу. Сама текстура нам не нужна. Нам нужно именно разграничение вот эти вот. Вот именно вот этот ориентир. Как он будет выглядеть. Вот это будет у нас середина. Вот так мы ее примеряем. И посмотрим, что можно теперь с этим сделать. Так, жмем Z. Поработаем теперь маскированием. Зажмем Ctrl. Вот это вот. Отметим вот эти вот полосы. Вот так вот. Добавим дивайдов. Пусть будет побольше. Это не проблема. И вот так вот. Отметим вот эти вот части. Толстые их не делайте слишком. В принципе, как будет получаться. Нужно их сделать потонше. Ну вот. Где-то вот так вот пусть отмечаются. Так. Вот так у нас доски вышли. Здесь будет кант. И давайте здесь уже не будем добавлять полосы. Вот именно отметим центральную часть. Уберем Shift Z картинку. Жмем Ctrl-I. И давайте в деформацию бежим. И по сайзу, по всем вот этим вот нашим осям уменьшаем. Вот где-то так получилось. Снимаем выделение. Все. Вот они наши доски. Ну а теперь придадим внешний вид именно досок. Как это будем делать? Зайдем и найдем вот это слэш 3. Попробуем ей сначала, а потом уже будем разбираться. Что да как. Делаем дров сайз поменьше. И вот посмотрим. Так. Это вот сильно. Уменьшаем интенсивность. Все рисует она. Все нормально. Уменьшаем интенсивность. Подгоняем. И пойдем чуть-чуть вот так вот. Порисуем. Чуть-чуть еще прибавим. Чтобы вот эти вот полосы были более видны. Чуть-чуть еще прибавим. И вот так вот. Порисуем. Порисуем. Так вот лес мы набросали. Все это нормально. И вот теперь можно конечно и тут все это дело повторить. Как говорится делать, так делать. Хаотично все делаем. Как получится. Чтобы побыстрее, как обычно. Лень двигатель прогресса. Так. Вот это будет у нас лицевая часть. Вот это. Что еще можно сделать? Давайте зайдем. Вот так вот поменяем цветовой материал. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Чтобы нам было видно вот именно вот эти кромки. Ну, где-то, наверное, вот так вот поставим. Слишком светло. Вот так вот поставим. И теперь поработаем полишем. Делаем дров сайз поменьше. Интенсивность отрегулируем. И вот так вот эти части можно примять. Так вот это уже будет многовато. Дров сайз поменьше. Опять же, материал вот этот мы поставим. Вот. И сделаем дров сайз поменьше. И немножко вот так вот кое-где попрямнем края. Вот таким образом. Где-то можно тут вот так чуть повдавливать. Это вы уже как решите делать. Именно ваша задумка. Чуть-чуть вот так вот. Где-то еще пройдем вот так вот. Можно утопить вот эти части. Вот. Вот таким образом. Вернемся на глину. Вот эту кромку еще можно чуть-чуть вот так попритопить. Ну и теперь нанесем вот эти именно сколы. В прошлом видео, где скачать вот эти все альфы, кисти, я выкладывал ссылку, кидал. И давайте посмотрим, как они выглядят. Открываем тул. Они у меня в туле. И найдем что-нибудь более подходящее. Вот они. Вот так вот. И по краям где-то. Вот что-то такое можно добавить. Где-то пошел пустить немножко. И вот сюда вот еще. Вот так. Чтобы перебора не было, я думаю, что вот так вот пойдет. Если он был в боях, щит, он должен быть прям хорошо. В разные стороны у него должны быть насечки. Вот так вот. Так, все. С этим мы делом закончили. Давайте центральную часть теперь добавим. Центральную часть будем добавлять, наверное, к Курвелу ТЛЭД. И попробуем что-нибудь придумать. Уберем дивайды. Посмотрим, что у нас получилось. В принципе, нормально. И еще можно ее вот так вот притопить. Все. Нажимаем на наш саптул. Снимаем Курву. Заходим в саптулы и жмем Split to Part. Ок. Теперь эту деталь надо немножко повертеть, покрутить. Это ротация у нас. Она нам поможет. Вот так. Теперь с помощью MOV отрегулируем. И вот тут вот спереди теперь установим. Раз мы доску ориентировали по центру, центр будет где-то вот тут, наверное. Так. Все это выравниваем. Смотрим, как это все смотрится. Вот таким образом. Так. Ну и что теперь еще придумаем? Так. А придумаем мы, наверное, вот здесь центральную часть еще добавим. Так. Откроем Append. И добавим, наверное, опять цилиндр. Опять его включим. Заходим в геометрию, уменьшаем. Вот до таких размеров. И опять сплю с ним. С помощью MOV выведем вперед чуть-чуть вот так вот. И отрегулируем. Смотрим, чтобы сзади его не было. Все хорошо вроде бы, но нет. Надо еще немножко подкорректировать. Вот так вот. Загружаем цилиндр. Вот так вот. Переключаемся на него. Жмем. Опять в геометрии жмем, короче, Size. И немножко вот так вот корректируем. Обод сделаем чуть-чуть побольше, чтобы смотрелось лучше. Так. И вот теперь вот с этого, вот с этого вот Subtool вычтем вот этот. Жмем на цилиндр. Жмем на вычитание. Жмем на плоскость вот эту нашу. И теперь Merge. Merge Down. ОК. И снимаем маску. Если не получается, жмем Dynamesh. Что-то у нас не заладилось. Делаем Split. Group Split. И смотрим, что у нас не так. Сделаем вот этой модели тоже на Dynamesh. мы делаем Dynamesh. И попробуем опять вычесть. Жмем вычитание. Жмем на нашу модель. Поднимем. Смотрим, где у нас что находится. Вот она у нас находится. И теперь делаем Merge Down. ОК. И снимаем выделение. Вот такая кайма у нас получилась на щит. Можно, конечно, его еще, наверное, уменьшить. Сейчас посмотрим. Вот эту часть заднюю можно немножко обрезать. Вот так вот. И с помощью Skyl, наверное, немножко его уменьшим. Вот до таких размеров. Все. Это все есть. Ну и теперь можно добавить сюда болты, гайки. Они у нас находятся вот здесь. В кистях. Жмем M. И постараемся что-нибудь тут найти. Так, не эта кисть. Вот она. MMM Model Kit. Жмем M. И вот эту вот найдем вот такую вот гайку. И попробуем все это дело понаносить. Наносить старайтесь более-менее с интервалом одинаковым, чтобы более нормально смотрелось. Гайки не обязательно вот эти клепки делать одинаковыми, потому что станка раньше не было, и кузнец, в принципе, не мог их делать стандартно одинаковыми. Вот так вот. Снимаем маску. Вот такой щит у нас незатейливый получился. И немножко вот эту часть давайте с помощью МОВ уведем чуть углубь, чтобы он тоньше стал. Вот так вот пойдет уже. Так, сюда вот можно добавить будет текстуру. Вроде как под металл. Опять же можно добавить трещины. С этой стороны, давайте тоже вы увидите, что нужно вкладку корректировать. Вот так вот. С этой стороны можно будет добавить две доски. Давайте сразу их, наверное, и добавим. Жмем append, жмем cube. Жмем append, жмем cube. Переходим на него. И вот так вот в геометрии опять же повторяемся. Size уменьшаем вот до таких размеров. Теперь сплю с ним. И немножко подберем кверху. Вот так вот. С помощью МОВ поднимем вот так вот выше. И выдвинем чуть-чуть вперед. Где-то вот так вот. Дожмем control и перетащим все это дело вниз. Вот так. Снимаем маску. И делаем вот этой модели опять же динамеш. Все. Теперь можно опять придать текстуру дерева. Находим нашу кисть. Вот она. И вот так вот. Добавим дивайдов. Порисуем. Вот так. И теперь с помощью Polish. Вот здесь вот так вот чуть-чуть попреминаем. Делаем побольше. Draw size тоже можно сделать побольше. И вот так вот. Вот так вот эти края можно чуть-чуть сделать вот так вот битыми. Чуть-чуть счёсанными, сглаженными. Вот что-то в таком духе. Так, всё, вот к этим доскам теперь можно добавить лямки, за которые можно держать щит. И в принципе уже готово. Одну замаскируем. И поднимем. Чуть-чуть отрегулируем вверх-вниз. Просто слишком высоко они, наверное, стоят. Жмём Ctrl-I. И вот этот тоже поднимем под руку. Вот так вот. Всё, снимаем маску. Лямки вы уже, надеюсь, сами будете делать. Так, ну теперь давайте попробуем всё это дело раскрасить. Так, у викингов был щит. Загрузим текстуру. Так, вот такую текстуру я надыбал. И вот её хочу теперь нанести вот именно на этот щит. Давайте попробуем, как это всё дело выйдет. Так, перенесём на наш щит. Уменьшим прозрачность. Вот так вот. Мало-мало отрегулируем. И можно чуть-чуть даже уменьшить. Пройдём вот так вот по верху. Нанесём рисунок. Так, и немножко вот здесь вот так вот. И вот здесь вот так вот. Теперь жмём С. И попробуем всё это делая здесь вот так вот покрасить. Уменьшаем дровсайз. Жмём теперь опять же С на красную. Ещё дровсайз уменьшим. И попробуем вот это всё дорисовать. Так, теперь попробуем сделать цвет металла. Вот эту кайму. Нам единственное, что нужно, это просто взять и вот этот цвет принести на неё. Теперь жмём Т. Большой ставим дровсайз. И вот так вот всё это дело раскрашиваем. Отрегулируем наш центр. Вот так вот. Вот так вот. Жмём С и красим его однотонно. Вот так вот. И корректируем теперь вот именно вот эту часть. Вот такой незатейливый получился у нас щит. Можно вот здесь ещё поработать маской немножко, ну, чтобы более-менее придать черты центральной нашей части. Так, и попробуем теперь с помощью MOV это всё дело приподнять. Пусть вот так чуть-чуть рваная будет. Прикольно. И опять же отрегулируем. В деформации давайте поработаем так, BY GROUP. Вот так вот. Вот такой вот незатейливый вышел щит викингов. Вроде прикольный. Если доработать, где-то подольше с ним посидеть, сделать получше текстуру досок, добавить какие-то ещё детали. Здесь можно центральные какие-то, добавить стрелы. Ну, в принципе, ремни добавить, где-то докрасить получится очень неплохо. Текстуру можно добавлять в нойсах. По прошлым видео вы это, наверное, уже видели. Так что там ещё можно очень много чего сделать для щита. Вот что-то такое. Вот так вот можно его сделать. Всё, всем пока. До свидания.